Сегодня грабишь ты. Завтра грабят тебя. Но сухопутным крысам не понять звона чужого золота в твоем трюме пьянящего чувства свободы и силы пиратского братства. Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. И сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием 100 дней. И честно говоря, ребят, я сомневаюсь, стоит ли вообще продолжать проходить эту игру. Потому что по сути ведь геймплей здесь достаточно зацикленный и не происходит ничего нового. Все прокачки мы посмотрели, практически всех персонажей мы нашли. И дальше будет повторение того, что мы уже делали. И поэтому я, честно говоря, немного стремаюсь записывать ее дальше. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Хотите, чтобы я прошел до конца или не хотите? Потому что я, честно говоря, наверное бы уже забил. Ну, зависит все от вас. Такс, ладненько. Что мне стоит сделать в первую очередь сегодня? Наверное, все-таки прокачать свою бабульку опять. Ну, я не знаю, я в нее вливаю столько денег, а вдруг потом действительно пойдут какие-нибудь серьезные монстры. И к этому моменту мое войско будет не готово отразить это нападение. Хм. Очень-очень это все сомнительно. Давайте глянем для начала хорошо. Сколько стоит покупка следующего этажа? Я даже боюсь представить, если предыдущий этаж стоил 25 триллионов, то сколько будет стоить следующий? Оооо, воу, 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 подождите, подождите. А, нет, 25 миллиардов. Сейчас триллионы идут, да. Шесть триллионов с копейками. Сколько времени мне придется копить эту сумму, если моя бабулька сейчас добывает всего лишь по... Даже 22 миллиона она мне не дает за один проданный пирожок. Хм. Очень-очень-очень это много. Ладно, давайте все это дело ускорим в любом случае. И по любасу придется, наверное, прокачивать бабульку. Если вдруг я почувствую, что пошли уже мощные зомби, то да, я начну делать упор на своих солдат. Ну а пока, конечно, только бабулька. Для меня это самый ценный член команды, самый мой любимый и дорогой. Несмотря на то, что у нее фиолетовые волосы, а фиолетовый цвет я особо-то и не люблю. Ну да ладно, хорошо. Вкачиваем бабушку нашу. Ага. А прокачка ее тоже стоит сейчас охрененно много. И за одну прокачку она начинает добывать всего лишь на 3 миллиона больше. Такс, у меня есть 5 алмазов. Думаю, стоит их потратить вот сейчас, либо немножечко позже. Хм. Бабулька, если бы ты мне давала какие-то подсказки, говорила, что будет для тебя лучше, то, наверное, мне было бы проще как-то ориентироваться. А так мне приходится отгадать, догадываться, что ты хочешь, что у тебя в голове, как поступить в той или иной ситуации. То есть, почему быть лидером так сложно? Потому что вся работа возлагается исключительно на твои плечи. И это печально. Реально печально. Поэтому лидерство это далеко не для всех качество. Но, наверное, я все-таки не лидер. Но да ладно, давайте вкачаем что-нибудь из этих ребят. У нас есть мистер Ким, которого... Так, у нас есть мистер Ким. Подождите. У нас есть мистер Ким и у нас есть... Эм... Гарри. Ну, почему... А, они первого уровня. Вот в чем проблема, да? Просто мне показалось в один момент, что они вообще не куплены. Ну, давайте по разику их прокачаем и прокачаем разик нашего мистера Кима. Замечательно. Вы, ребята, довольны, надеюсь, теперь будете. И посмотрите. Вроде бы босс стал сильнее. Но в любом случае, даже без моей помощи, мои ребятки расправляются с ним в два счета. Такс. Давайте перейдем на следующий уровень. А я дальше начну изучать прокачки. Смотрите. Я снова получил какой-то предмет, который позволяет на 15% эффективнее, в общем-то говоря, ремонтировать баррикады. Здорово, здорово, здорово. Но все эти предметы для меня, знаете, такое вторичное. От них толку особо нет. И все они практически идут на восстановление баррикады, до которой зомби, ну, просто тупо не могут добраться. Давайте попробуем использовать светошумовую гранату разок. А-а-а-а, ее покупа... А, нет, все. Точно, понял. Все, понял, как она работает. Ее сначала покупаешь, потом используешь. В общем, это очень странная система. И, насколько я помню, у меня здесь была установлена мина. Можно ее в другое место поставить? Нет. Была установлена мина. Куда она исчезла? Неужто кто-то умудрился добраться до моей баррикады? Это неприятно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, друзья, друзья. Все нормально. Так, продолжаем. Нажал немного не на ту кнопку в эмуляторе. Окей, может, стоит прокачать тогда моего Питера? У него сейчас атака 6 миллионов. Я думаю, это не имеет никакого смысла. Потому что все прокачки, которые можно было... Точно, я же хотел купить себе вот этот вот паровоз, который называется трак. Значит, это не паровоз, а, скорее всего, ребята мои, это... Это. Блин. Трак, ну, грузовик. Грузовик с циркуляркой спереди установленной. Здорово, здорово, здорово. 150 уровень. Но, опять же, для этого требуется охрененно много денег. Одна прокачка моего Питера стоит 400 миллионов. То есть все вновь упирается исключительно в бабуську. Окей, бабусь, давай мы разок тебя разгоним, чтобы ты была побыстрее. Думаю, я могу себе это разочек позволить. Такс, не туда зашел. Это находится у нас вот здесь. Хорошо, бабулька, поехали. Сколько денег ты будешь приносить? Пас 400 миллионов? Немного, немало. Ну, как немало? Много это? Довольно-таки много. Ну, я буду тебя прокачивать еще больше. Да, мне хотелось бы, чтобы ты, бабулька, приносила хотя бы по одному миллиарду за один тик. Вот тогда бы мы с тобой поладили. Вот тогда бы я был бы вообще доволен. Че так дорого стоит прокачка? Блин, реально прокачки стали невменяемыми какими-то по цене. Выходит босс, может быть, опачки, опачки. Смотрите, босс стал еще больше и на нем появилась броня. Вау, вау, вау. Ну, давайте поможем немного своими меткими выстрелами точными. И все, босс погибает. Хорошо, что мы на следующий уровень перешли довольно быстро. И все-таки желательно продвигаться вперед более интенсивно, потому что тогда будет больше зомби. За убитых зомби будут давать больше денег. И помимо моей бабуси деньги будут приносить еще и зомбари. Потому что сейчас от них толку, ну, вообще нету. Такс, выполнил какое-то задание. Меня это радует. Значит, я могу еще раз на халяву, черт возьми, использовать бабусю. Следующую награду за выживание я получу по истечении 50 дней. Такс, ну и нашел книгу, которая увеличивает урон всех моих бойцов на 8%. Тоже, знаете ли, приятный бонус. Хоть незначительный, но все же приятный. Любой маленький процент, который позволяет мне эффективнее бороться с напастью, делает меня счастливее. Так что, в целом, да, наверное, это хорошо. Блин, бабулька, давай как-то побыстрее. Офигеть, а следующая прокачка стоит, черт возьми. Реально, если раньше стоимость улучшения бабуси и деньги, добываемые ей, были хоть как-то пропорциональны друг другу, то сейчас игра пошла по совершенно другому пути. Для того, чтобы заработать на одно улучшение свое, бабульке приходится впахивать, впахивать, впахивать и впахивать. Это никуда не годится. Но игра становится сложнее, оно и понятно. Давайте снова нашу Алиску разгоним. Алиска, давай, давай, все деньги все равно я трачу на тебя. Потом уже буду прокачивать Питера. Наверное, знаете, что я сделаю? Я докачаю Алису до 150 уровня, и в ближайшее время, наверное, этого будет достаточно. Хотя, вряд ли достаточно. Она приносит... Смотрите, ускорения хватило только лишь... А нет, она все еще приносит бонус, все еще по 500 миллионов. Я уже испугался, что ускорения хватило лишь на одно улучшение бабуськи. Обычно хватало штуки на 3-4 улучшения, то есть я успевал улучшить ее много раз, прежде чем бонус заканчивался. Сейчас же он заканчивается совсем уж быстро. Ладно, плевать. Еще раз использую последние свои алмазики. Терять мне нечего. Босса вызывать не буду. Лучше заработаю денег с бабуськи. Давай, бабуська, как тебе получить 150 уровень, я не знаю. Долго придется потеть над этим, но задача, в принципе, выполнимая. Давай. Один бонус на 5,9 увеличивай. Дай миллиона добычу. Ох, следующая прокачка на 6,6. Ну, черт возьми, черт возьми, бабуська. Ты что-то меня огорчаешь сегодня. Реально, я всегда был счастлив, когда с тобой связывался. Сегодня что-то ты не то творишь. Почему ты стала такой дорогой женщиной? Возможно, у тебя самая оценка поднялась? И чувство собственного величия, достоинства? И ты научилась определять цену себе? Нет, бабуська, это неправильно. Ты не должна так дорого стоить. Ведь я тебя защищаю, этого достаточно. Ты могла бы сама по себе улучшаться. Без моего вмешательства, без моих вливаний. Но она этого не хочет делать. Опачки. Идет уже какой-то жесткий мутант. Таких ребят мы еще не встречали. У него 708 миллионов хп. И мои бойцы не так эффективно с ним справляются. Только лишь, по-моему, вот эта чевиха больно бьет. Давай, выстрели, я хочу проверить. Кто ему сносит основную часть урона? Я не могу понять. Реально. Она даже не стреляет, походу. Ну, по крайней мере, нет никакой анимации. Это странненько. Опачки, опачки. Ракеты первого уровня. Хм. Плюс огонь ракет увеличен на 2%. Это что значит? Это значит скорость стрельбы или урон? И где эти самые ракеты? Черт побери, как их использовать? Вот они ракеты. У кого ракеты из наших бойцов? Возможно, мы его еще не открыли? М? Ракетного чувака. Опачки, коллектор. Снова бонус. Снова можно влить парочку кристалликов в свою бабульку. Давайте глянем, кто же у нас будет выпускать ракеты. Я понятия не имею. Маршал, Том, Пол, наверное. Потому что как бы миниган, мортор, лазер, бомбы. Так, наверное, все-таки это будет Пол, и ракеты вылетают из базуки. Хм. Или как? Или что? Непонятно. Кстати, вот этот вот чувак Маршал тоже должен быть очень сильным, потому что у него снайперская винтовка. А как полагается, снайперская винтовка всегда наносит охрененно много урона. Может, где-то здесь я ракеты не заметил? Нет, тоже как бы их тут нету нигде. Странно, давайте уже докачаем вот так вот, да. Очень-очень-очень, ребята, это как-то непонятно для меня, если честно. Оба-на, еще один бонус получил. Ха! Хм, не зря я прокачивал хранилище, смотрите-ка. Мне теперь хватит кристаллов в два раза ускорить бабуську. О, еще раз? Давай, пожалуйста. Ха-ха, классно. Черт побери, столько халявных алмазов, а сколько? За следующее улучшение дадут ничего? Ай-яй-яй-яй-яй, теперь нужно построить 13 тиммейтов или заработать 1 триллион долларов. Да уж, это будет долго. Сколько стоит следующее улучшение бабуси? Ну, сейчас тебя улучшим, потом начнем уже кормить алмазами. Бабулька, которая кушает алмазы, что может быть лучше? Она настолько жесткая, что не просто приносит мне миллионы, миллиарды, а она еще ест алмазы. Вот в чем суть, да? Ха, ты съедаешь алмазы и перевариваешь их в деньги? Это бредово, бабулька. Это странно. Ну да ладно, больше мин поставить нельзя, да? Окей. Помогу немного своими выстрелами, так и быть, так и быть. Нужно же все-таки Петю нашего качать до 150-го. В этой серии вряд ли я, конечно, успею его докачать, возможно, в следующей. Но я не знаю, будем мы продолжать, не будем, поэтому... Не буду гарантировать, что следующая серия будет, ребят. Все зависит от вас. Пишите в комментариях, что-то говорите, высказывайте свое мнение, это всегда очень важно, и вместе мы определяем, что происходит, и когда, и с кем, и вообще. Ну, вы поняли, как обычно. Такс. Оу. Что это за... Что это была за ракета? Серьезно, откуда она вылетела? Я увидел ракету, но не увидел, откуда она прилетела. Кто ее кинул? Она как-то рандомно вылетает, или что? Это было прикольно, определенно. Серьезно, вы видели, да? Какая-то бомба, похожая больше на... Эту. На торпеду какую-то, что ли. В общем, бомба, скорее всего, была выпущена из какого-то... Гранатомета. Ой, этого. Миномета. Ну, в общем, это странно. Это реально странно. Откуда это появилось, я не успел заметить, потому что у меня был открыт экран. Ладно, хорошо. О, убить 50-50 боссов. Это изи для меня. И новый предмет. Какой новый предмет? Не вижу никакого нового предмета. Игра меня обманула, задурила. Окей, все, бабуська, начинаем тебя кормить бабосами. Давай, алмазики. А остальные бонусы вообще пока не имеют никакого смысла использовать. Серьезно. То есть, нафига мне они нужны? Можно купить за 60 алмазов трошки золота. Ну, это как-то, знаете, друзья, вообще. Слишком маленькая сумма, я ее добываю быстрее. Тратить 60 алмазов вот на это... Не знаю. Такс. Че я хотел прокачать бабульку? Забыл совсем. Понесло не в ту сторону. Давай, бабуська. Не принесешь мне больше денег, да? По 80 миллионов всего. Ну, хотя бы, если бы ты по 100 приносила, уже было бы хоть что-то. А пока, ну, совсем-совсем-совсем печальные деньги. Бабулька, как тебе заработать 150-й уровень? Нет, в целом, сейчас, если я потрачу все алмазы, наверное, получится заработать ей 150-й уровень. И, черт возьми, да, я это сделаю. Хватит это терпеть. Еще есть алмаз? Нет, больше нету алмазов. Давайте ускорять бабуську. Не могу я ждать миллион часов для ее улучшения. Поехали. 143-й, бабулька, уровень скоро будет... Опа-на, смотрите. По миллиарду она приносит. Неплохо. Хм-хм-хм. Неплохо, 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 бабулька. Ну, 145-й-то точно я где-нибудь тебе возьму, а? Это прям стопудово. Давай, оп. Хорошо, хорошо. Деньги идут, но бонус не закончился еще. Значит, смысла использовать новый нет. А, здесь же у нас лупа показывается, когда бонус... Эм, нет, не хочу. Чертова херня. Бонус показывается в виде лупы, поэтому нужно смотреть на него, а не на деньги, которые добывает бабулька. Да, можно вызвать босса и ускорить бабусю. Поехали. Ну, босса трогать я быстро не буду, пускай бабуся приносит деньжата мне. Ну, по 110 неплохо, по 1,2 миллиарда, тоже в целом неплохо. Ладно, босс что-то разошелся. Вот опять вылетела эта ракета. Возможно, ракета действует только на зомбарей, на больших, на боссов. Потому что в другие моменты игры я ее не замечаю. И да, мы начинаем потихонечку проседать по урону. Но ничего, деньги у меня добываются так быстро, что в любом случае, друзья, все это дело будет окупаться. 33-й день. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте уже потратим сегодня все алмазики, почему бы и нет. Так, все-таки хочется быстрее построить эту машину смерти. Будет в ней какой-то смысл или нет, непонятно, неизвестно. Но хочу попробовать 150 уровень Пети. Дорого, дорого. Я тут 150 уровень даже бабуси не могу заработать. А они хотят, чтобы я Пети заработал. Ну, это жестко, жестко. Игра ставит какие-то невыполнимые условия для ее прохождения. Ну, тут в целом вопрос времени, знаете. Вообще можно было счетырить и оставить игру вот в таком виде. Не вызывать босса и пойти что-нибудь поделать. Прийти, а денег у меня было бы уже охрененно много. Жаль, что в то время, пока игра закрыта, деньги не добываются. Было бы удобнее и проще, но нет. Нет, нет, нет. Ох, 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 ох. Что ж, потрачу последние алмазики. Почему бы и нет? На каком уровне Алисы мы остановимся сегодня? Не, ну 150-е как раз-таки я примерно и заработаю, друзья. Как раз 150-е. Плюс-минус, но думаю, 150 точно возьмем ей. Потом уже будем качать Питера. Прокачки Питера, наверное, будут стоить по цене примерно так же, как и бабусе. Поэтому денег нужно просто немерено. Серьезно, ну просто уйма. Так, 34, 35 практически миллиардов. Давай, бабуська, давай, давай. Сделай деньги мне, сделай деньги. И хорошо, что одна... О, закончилась прокачка. Да уж, придется, придется подождать. И хорошо, что уже хотя бы по 20 миллионов за одну прокачку она больше начинает приносить. Ну долго, даже с ускорением. Если без ускорения, то вообще бы игра длилась миллион лет. А так хотя бы с ускорением чуть-чуть быстрее. Но кликеры они все такие, знаете. Их основная цель втянуть игрока в игру на как больше... На как можно большее время. Давайте, давайте, давайте. Босс, 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 босс. Но босс сложный, наверное, сейчас я с ним бороться не буду. У меня слишком непрокаченные бойцы. Боюсь я этого босса, боюсь. Хотя, если что, можно прокачать какого-нибудь... Например, Гарри с его бомбами. Или Оскара с револьвером. Стоит это недорого, его саму убьем. У он, у Оскара по 208 миллионов урон. Сто пудово с боссом мы справимся. Давайте еще так сделаем, вот так. Для пущей уверенности в себя. Так. С молотовым, хорошо. Все, давай, Оскар. Завали его. Да, это Оскар наносит большую часть урона, не иначе. Давай, давай, Оскар, пожалуйста, убей его, Оскар. И на бабуську мне не хватает до сих пор, да? Но за босса дали много денег, да? Ну, конечно, дадут за босса много денег. Бабуся 150 уровня. И думаю, ребят, пока на этом можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз, если вы этого захотите. Ну, а с вами был Перпятум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok